Танцы, бег и рисование Культуры и отдыха прошел фестиваль нового формата Более тысячи легкоатлетов в Рязани прошли соревнования «Соборная верста» Лось на дорогах города Рязанцы все выходные следили за передвижениями дикого животного Год российского кино Всю неделю рязанцы могли посмотреть фильмы в кинотеатрах бесплатно Эти выходные порадовали рязанцев ярким и молодежным фестивалем Праздник прошел в Центральном парке культуры и отдыха в воскресенье Здесь собралась вся молодежь города для того, чтобы ярко и со вкусом провести время На различных площадках, начиная от творческих и спортивных, до музыкальных и танцевальных Каждый мог найти себе развлечение по душе Одними из самых кульминационных моментов праздника стали забег на 2 километра В котором приняли участие около 70 любителей бега И выступление известной музыкальной группы «Фрукты» Кстати, фестиваль получил название «Горизонт» По замыслу организаторов события Рязань выходит на горизонт нового формата отдыха Который ранее был доступен только в крупных городах Уже сегодня можно утверждать, что замысел реализовался Фестиваль прошел на ура Мне понравилось, супер классно бежать со всеми в едином порыве Очень много энергии, огромное количество просто эмоций Всем советую, здорово В таком формате мы первый раз бежим, потому что парных забегов не было А в парк ранее мы периодически бегаем Часто бегаем, каждую субботу здесь в парке Обязательно, каждую Ну да, какой пробег, не знаю Надо в компьютере посмотреть И от сегодняшнего кайф Хорошо пробежали Первый кулк удался очень легко, но на втором потяжелее Да, мы именно на него и пришли Вот, получили Вот, вот Эти Брелки, брелки Надеемся, что-то выиграли, ждем награждения Здесь представлены работы разных рязанских художников В разных стилях Там представлены изображения города Рязани Разные портреты А здесь можно порисовать вместе с детьми Можно нарисовать что-нибудь с натуры Можно нарисовать фестиваль И забрать рисунок себе Или оставить его на память Замечательные картины Мы сходили, посмотрели Вот подруга-художница Очень оценила Да, это очень круто для Рязани Это прям вау Очень рада, что наконец-то на что-то случилось Такое зажигательное, яркое Побольше таких фестивалей Такие последние, наверное, тепленькие вечера Осень близко Или, как говорится, осень сун Я поздравляю подруга Заветую твою удачу Пусть она тебе вернется Да, весело, интересно Есть что посмотреть и послушать В конкурсе участвовали? Не, правильно Вот сейчас участвуем в конкурсе, в лотереях Конечно, побольше бы таких Я бы каждый день ходила бы Еще слух, что пошли разговоры о том Что, ой, может, правда стоит восстанавливать зеленый театр Классная площадка, что молодежь, она интересна И, быть может, мы станем тем самым шажочком Который поможет парк подтолкнуть к новой жизни И не просто парк как парк А парк как место, которое собирает молодежь, интересы Это будет круто Все нравится Очень здорово, очень весело А почему не танцуете со всеми? Стесняемся У Центрального парка культуры и отдыха Сегодня второй день рождения Прямо сейчас, с моей спиной Фестиваль настоящий, веселый И очень молодежный Такие фестивали должны побольше проходить в наших городах А что больше всего нравится? Царты, картины, музыка? Мне больше всего нравится, что здесь очень много знакомых Я прошел практически один, тот с половиной знакомых Всеми со всеми встретился Субтитры делал DimaTorzok В эти выходные легкоатлеты со всего региона приняли участие в соревнованиях, которые прошли в центре Рязани Состязание «Соборная верста» проходит в городе уже в 23-й раз Спортсменам нужно было преодолеть дистанцию чуть больше километра А именно одну версту О том, кто победил, а также как все проходило, расскажет Артем Бухвалов Это уже 23-й по счету соревнования И с каждым годом участников становится все больше Погода в этот день преподнесла неприятный сюрприз участникам забегов Однако это обстоятельство не испортило отличного настроения спортсменам Погода нас не пугает Хорошая погода, чуть-чуть небольшой дождик, легко бежит А самые юные участники не только оказались физически готовыми преодолеть свою версту Но и разработали свою тактику Сначала ускоряемся, потом спокойно бежим, а потом быстро ускоряемся на пол Самым возрастным бегуном стал Валерий Петровский Который в свои 79 лет легко преодолевает марафонские дистанции Молодным людям посоветовать мужество им уже сейчас и удачи Традиционными участниками «Соборной версты» являются студенты и преподаватели Рязанского медицинского университета В этот раз свою дистанцию пробежали 60 человек во главе с ректором вуза Романом Калининым Который в свою очередь также пробежал свою дистанцию Я очень доволен, на самом деле, хорошо бежалась, хорошая погода и дышалась легко Поэтому погода только плюс была, на самом деле В этом учебном заведении уделяют большое внимание здоровому и активному образу жизни И 14 сентября на стадионе «Олимпийц» Студенты медуниверситета вместе со всеми желающими сделают зарядку с чемпионами В этот раз в большом спортивном событии города примет участие более 3000 человек Друзья, знаете ли вы, что зарядку с чемпионом придумал именно наш университет? В том году на студенческом форуме в Питере, где были студенты всех медицинских и фармацевтических вузов Эту зарядку повторили за нами, поэтому приходи 14 сентября Мы стараемся, у нас много программ, и программы бассейна, и большие программы по кадраму физическому питанию Мы организуем много секций разных, сейчас мы, например, реализуем проект организации хоккейной команды в университете Достаточно сложно, но я думаю, что у нас это получится Здоровый и активный образ жизни – это заряд, который поможет всем двигаться поставленным целям Это и доказали участники рязанского забега Болезнь, здоровье, обеда, что ли? Слайд, очень хороший вид Очень сильный, приносливый человек Мне уже, как бы, две бонусы, но это ничего Ну, конечно, мне уже радость Я уверена, что я не вдохнусь, а на первую же Я уверена, что именно я стану победителем за это за год А тот факт, что, несмотря на погоду, на старт вышло тысяча человек Служит доказательством того, что наш город продолжает лучшие спортивные традиции Еще одно происшествие выходных, которое получило большой резонанс среди горожан Жители Рязани, начиная с пятницы, фотографировали лося, который свободно прогуливался по дорогам города Информация о животном перевернула весь интернет За это время в сети появилось несколько фотографий Сахатова Видео его передвижения и масса сообщений о координатах расположения лося Люди как будто следили, что будет дальше Его видели на Московском шоссе, в Борках, на проезде Шабулина В общем, животное обошло весь город О судьбе лося до сих пор неизвестно Но по некоторым неподтвержденным данным лося застрелили сотрудники Рязанской исправительной колонии номер 2 Которая расположена в поселке Ворошиловка По словам представителей Федеральной службы исполнения наказаний, эта информация ложная Там пояснили, что сотрудники колонии действительно видели лося В этот момент он купался в озере неподалеку от исправительного учреждения После этого животное вылезло из воды и побежало дальше Куда отправился лось неизвестно, на этом его следы пока что теряются К другим темам 2016 год объявлен годом российского кино Именно поэтому по всей стране проходят различные кинособытия и специальные акции Рязань не стала исключением В нашем городе все желающие могут смотреть лучшие отечественные фильмы совершенно бесплатно Подробности знает Наталья Новикова В минувшую пятницу в нашем городе стартовала неделя российского кино От телеканала ТВ-1000 «Русское кино» и рязанского оператора кабельного телевидения «Видикон» Кинотеатр «Пять звезд» распахнул свои двери для ценителей качественных отечественных фильмов последних лет Началась неделя с картины и рейсана «Исповедь самурая» Помимо самого просмотра картины на широком экране Зрители встретились и с ее создателями Продюсером Любовью Калинской и актером Степаном Самойленком Которые представили фильм перед показом Фильм «Рейсан» – это идея Ивана Хлобыстина Которая возникла много лет назад Как он рассказывал, он был в Елоковском соборе И вдруг увидел, как ему казалось тогда, священников из Казахстана И думал, как познакомиться с ними Оказалось, что это были священники из Японии Я не спрашивала, кстати, Ивана никогда слышала об этом О Николае Японском раньше, до этой встречи Но в любом случае, после этой встречи, после именно этого общения Возникла идея создания фильма «Ириса» Степану Самойленко досталась непростая, но очень интересная роль Душевно больного Макарки По словам актера, было непросто вжиться в образ и проникнуться ролью Зритель должен поверить, что ты действительно умственно отсталый И при этом такой добрый И как бы обо всех забышься Я специально для этого посмотрел несколько картин таких известных Вот там с Леонардо Ди Каприо есть Фильм называется «Что гложет Гилберта Грейпа» Вот, посмотрел, конечно, всем известного Форест Гампа Постарался что-то вот как-то свое туда привнести Ну, не знаю, получилось, не получилось Но, наверное, вот это было самое сложное Проникнуть в этого персонажа Конечно, все получилось на высшем уровне Равно как и остальным актерам Герой каждого из которых оказался абсолютно цельным и четко прорисованным А сам фильм получился сильный, сочный и уж точно запоминающийся А в субботу на широком экране зрители посмотрели конец прекрасной эпохи Фильм Станислава Говорухина, получивший «Золотой орел-2015» За лучшую режиссерскую работу, лучшую мужскую роль второго плана И лучшую работу художника по костюмам Хочется отметить, что, как и в первый день Зал был достаточно сильно заполнен А посмотревшие киноленту С удовольствием делились впечатлениями Интересный фильм, очень своеобразный А почему именно на это кино пошли? Мы на все сходим То есть вы будете всю идею ходить? Будем Я автор меня заинтересовал Да, Говорухин А вообще, как считаете, это хорошая идея для нашего города? Ну, конечно, прекрасная Идея очень прекрасная Понимаете, это даже как-то разрядка Лишь тут какая-то такая наступает Понимаете? И вообще, фильм просто Я, правда, второй раз его уже смотрю Я уже видела его Но, тем не менее, это на самом деле Очень интересно и очень хорошо Просто вы молодцы Фильм очень понравился Вообще, российское кино, оно очень разное Очень разностороннее Есть комедии, есть глубокие, насыщенные фильмы И всегда интересно, как режиссеры В таких, наверное, непростых российских условиях Мудряются поднимать такие серьезные темы И делать это действительно интересным для зрителя Для меня очень интересно И я считаю, что это нужное мероприятие И как-то стимулирует людей Это наше российское кино Я считаю, что это правильное событие В нашем городе Вчера были, пришли сегодня Очень понравилось, конечно Вчерашний фильм вообще супер Что-то необычное и актеры И сегодня то же самое В восторге просто Картина, равно как и сама идея Проведения подобного мероприятия В нашем городе Не просто пришлась по душе многим Были и те, кого конец прекрасной эпохи Практически вернул в прошлое И позволил не просто вспомнить По-своему действительно прекрасную эпоху Но и пережить какие-то важные моменты вновь Как раз те года, которые я прожила Вы понимаете, это 65-й год, 70-й год Поэтому вот И мне этот фильм Как-то, знаете, окунулось, собственно говоря В ту жизнь, в которой мы жили Она на самом деле была такая Я ребенок той эпохи Я вот помню, когда Полетел первый раз в космос Гагари Как раз это шли из школы Как мы радовались Все мне очень близко Вы же видите, в каком я возрасте Это жизнь наша Именно все так и было Ну и, конечно, хочется напомнить всем рязанцам Что неделя российского кино От телеканала ТВ-1000 Русское кино и рязанского оператора Кабельного телевидения Ведикона продолжается По 15 сентября включительно На широком экране Кинотеатра 5 звезд Абсолютно бесплатно Можно посмотреть Самые лучшие отечественные фильмы Начало сеансов в 7 вечера На данный момент это все новости Которыми мы хотели с вами поделиться Много другой интересной информации Вы можете получить на нашем официальном сайте Город62.тв Я с вами прощаюсь И желаю вам отличного настроения До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин